В начале работы Совета законодателей страны спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил одну из главных задач – повысить эффективность органов в решении самых актуальных проблем жителей. Бесценный опыт в этом деле дают регионы, но совместная работа должна быть системной и слаженной. Нам необходимо проводить анализ успешных практик, решений, которые уже опробированы. И в этой связи было бы правильно на площадке Совета законодателей создать своеобразный законодательный лифт для продвижения актуальных и прошедших обрабатывающих решений. Нам необходимы инициативы из регионов, а также систематизация проблем и лучших практик их решения. Из всех зак инициатив регионов, которые попали в Госдуму, только 11% прошли обсуждение в Совете. Федеральные законодатели уверены – реальный шанс на прохождение проекта закона даст его обсуждение вместе с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. Председатель законодательного собрания 33-го региона Владимир Киселев поддержал это решение и отметил, что руководство заинтересовано в создании единой системы работы для законодателей всех уровней. И Государственная дума, и законодательные органы власти субъектов Федерации, и органы местного самоуправления приняли сегодня решение о том, чтобы в регламенты законодательных собраний субъектов Федерации внести соответствующее решение о том, чтобы все законодательные инициативы наши предварительно отрабатывать в комиссиях Совета законодателей. Такой подход поможет и в решении вопросов социальной защиты инвалидов. Процесс создания безбарьерной среды, к примеру, в социально-транспортной структуре, хорошо продвигается лишь в больших городах. В малых поселениях на это выделяются незначительные суммы. Есть и другие вопросы, требующие скорейшего решения. Это и расширение различных льгот, это и решение вопросов, касающихся приобретения средств реабилитации для инвалидов. Вот, к сожалению, бывают довольно часто такие случаи, когда наши люди с ограниченными возможностями годами стоят в очередях за приобретение для того, чтобы приобрести, положим, ту же самую коляску или еще какое-то средство реабилитации. И вынуждены во многих случаях покупать за свои деньги деньги. Но даже в таких случаях права инвалидов ущемляются, так как размер компенсации не покрывает понесенных расходов. Один из возможных способов решения предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Считаем целесообразным внедрить альтернативные механизмы предоставления технических средств реабилитации, например, с использованием специального электронного сертификата. Такой опыт уже есть в Москве, в Ханты-Мансийском автономном округе. Важный аспект финансирования. Уже сейчас начинается работа над проектом федерального бюджета на следующие три года. И нужно, чтобы средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации были выделены в достаточном объеме. Совершенствовать законодательство продолжат и в сфере закупок. Важно развивать отечественное производство и при этом создавать условия для нормальной конкуренции, чтобы средства реабилитации были максимально удобными и приспособленными для людей с ограниченными возможностями. Маргарита Махрова, 6 канал.